ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О так называемом непотопляемом борделе на улице Московской, Московской 101. Тема началась, насколько я помню, ещё в прошлом году. Да-да-да, ноябрь. Да, и вот фактически на прошлой неделе она получила такой, не знаю, какой-то кульминационный свой такой момент. Это эфир у Андрея Малахова. Федеральный канал, достаточно шумная история. Вот мы хотим сейчас поговорить о том вообще, как всё это начиналось, чем всё это закончилось. Закончилось ли? Закончилось ли, да. И какова была реакция? Вот мне в этой ситуации интересно, какова была реакция правоохранителей всё-таки. Потому что те заявления, которые прозвучали в том числе в федеральном эфире, это достаточно громкие заявления. А эфир, как мы помним, это фактически приравнивается всё к заявлению в правоохранительные органы с сообщением о факте нарушения закона. Это правда. Ну, как и обычно, начинаются наши материалы журналистские с того, когда приходят какие-то жители, какие-то запросы, сообщения. Точно так же в источник новостей пришли жители вот этого вот дома, Московская 101, и рассказали, что у них творится вот такой вот бордель. Понятно. То есть дом Московской 101, я так, ну, примерно понимаю, это дом, который на углу Московской Ердякова, всё верно. Ну, да, да, вот этот вот, как это, буквой П или как он... А как удалось выяснить, что он действительно там работает? Ну, то есть пришли люди, это такая стандартная журналистская практика. Понимаешь, нам просто тоже очень часто звонят люди, которые в каждом доме говорят о том, что там работает бордель наркоманы, проститутки, ну, то есть всё, что угодно, нужно же понимать, что и трупов далеко не в каждом случае. Ну, я скажу так, я точно знаю, что там был бордель, потому что рядом живут мои родственники, и когда я приходила даже к ним в гости, я видела, как мужчина стучится в дверь, открываем мы дверь ему, и он такой, ой, я, кажется, не туда. Мы такие, да, туда, вам в другую квартиру. То есть мы точно знали, что он существует, он существует очень давно, около 20 лет, как только вот мои родственники туда переехали, постоянно видим, что поднимаются мужчины разного возраста, естественно, постоянно окурки валяются, разговоры, ну, всё это было понятно, и все соседи об этом знали и били тревогу давным-давно. Ходили, собирали подписи, вот председатель дома, как только переехала в эту квартиру, она начала в этом во всём разбираться, пытаться до правоохранителей достучаться, но... Собирали подписи? С каждого, ну, вот как бы по квартирам ходили, собирали подписи, что вот вы согласны с тем, что нужно это вот в правоохранительные органы подавать заявление. У меня брат сколько раз ходил к участковому, рассказывал это всё. Ну, то есть это... Они уже, по сути, обратились в СМИ, потому что сами не могут ничего... Ну, как-то... Ну, они к этому моменту, когда обратились в СМИ, уже был опыт взаимодействия с правоохранительными органами? Я думаю, что нет. Ну, то есть такого прям... Просто ходили отписки постоянно, и всё. То есть они... Нет, ну, обращение-то, получается, были. Обращение было, но отписки постоянно, то есть они там никак не могли завести дело или ещё что-то, расследование какое-то, не было этого. Только всё заявление к участковому, и на этом всё прекращалось. Я вот, насколько помню, у нас была такая история с жалобой от слушательницы с жалобой на наркопритон. То есть она говорила, что в одной из квартир в её доме варят наркотик. Что страшный совершенно запах доносится, значит, да, и квартира сдаётся. И пытались они говорить с собственником этой квартиры. Собственница, по-моему, женщина там была, сказала, что нет, что у меня там хорошие живут жильцы, ничего такого нет. Вот. В правоохранительные органы, как эта заявительница нам объясняла, она пыталась обращаться. Заявление у неё вроде бы приняли и проверку вроде бы даже провели, но ничего не нашли. И тогда вот мы, когда задавали вопрос правоохранителям, они говорили, что если ты не поймал человека в тот момент, когда он что-то делает, ты не можешь делать ничего. А ворваться в квартиру, в которой не происходит вроде бы нарушения закона, тоже нет возможностей, да, никаких. Ну, юридически невозможно это сделать. Может быть, здесь была такая же история. То есть они приезжают с проверками, квартиру пустая. Да, да. Ну, ладно, хорошо. Публикации в СМИ как-то изменили эту ситуацию с точки зрения работы правоохранительных органов? Ну, вот первое, вот когда обратились жители, это был прошлый год, да? Да. Это осень прошлого года. Да, ноябрь прошлого года вышла статья «Непотопляемый бордель Кирова». И на обложке, ну, как бы мы разместили дом, естественно, и разместили фуражку полицейскую. То есть, естественно, нам правоохранительные органы позвонили, пресс-служба позвонили и сказали, что зачем? Зачем? Причем здесь выда? Почему? То есть, вот все. Это было единственное. Вы им объяснили, почему? Мы сказали, что вот жители обратились, говорят, что там ходят люди в форме. А, в числе посетителей. Да, конечно. То есть, и здесь... Ну, это все со слов жителей. Все со слов жителей, ничего. Мы ничего не можем говорить сто процентов. Они не видели форму, они вообще в Борге могли купить. Конечно. Может быть, они там костюмированное шоу не было. Откуда мы знаем? Кстати, действительно, может быть, карнавал у них. Конечно. Вечеринки. Илья Яшин за 200 рублей купил форму Росгвардии и заявился на девичник своей невесте. За 200 рублей? За 200 рублей. Настоящую форму Росгвардии. Он пришел по объявлению... Ну, вот видите, как все было, Авида. Да, и объявление, значит, и не на Авида. Это не военторг, это Авида. Пришел, оказалось, что это какое-то отделение Росгвардии. Он говорит, я подумал, что я ошибся, позвонил еще раз продавцу. Он говорит, нет, это мы. Действительно вышел, отошел от камеры и передал ему вот там в закутке форму Росгвардии за 200 рублей всего. Так что, может быть, все что угодно. А, ну, кстати, вот, пожалуй. Вот я говорю, может быть, это было костюмированное шоу. Да, мы не можем утверждать этого. Мы предполагаем, конечно. Сама вот эта история с борделем, да? То есть вот он работает 20 лет. Я вчера так вот... Работал! Работал! Все, там уже ничего нет. Все вынесли, подчистили квартира. Просто обычная квартира, жилая. Ну, то есть там никого сейчас нет. Она пустая. Она вообще пустая. Ну, я дальше расскажу, что происходило после. Вот все эти годы этот бордель содержался вот этой вот одной единственной женщиной. о которой писала ты. Ну, как бы да. Как бы да. Ну, то есть у нее есть муж, который вместе с ней работает и общается перед тем, как принять на работу девушку. Он как бы ее, по сути, анкетирует. Проводит собеседование. Проводит собеседование, да. И все материалы, которые у девушки есть, они хранятся у них. До сих пор есть все, все на каждую девочку. На каждую девочку есть досье. Вот, поэтому, как уже в программе говорилось, и вообще, в принципе, в публикациях от девочек, шантаж постоянный велся. Да, ну, слово вот девочки использует Екатерина. Надо просто пояснить, что девочки, это не значит несовершеннолетние девочки. Ну, да, да. Взрослые, взрослые, там, девушки, женщины, барышни, да. У многих из них есть дети, у кого-то даже есть мужья. Да, да, все верно. У женщин, которые ездили со мной на программу, у всех есть семьи. Все боялись очень, ну, вообще... Огласки. Огласки, да, такой серьёзной. И мы много требований говорили, чтобы вот эта программа была там и анонимной, и замыливали лица, и изменяли голоса. Но вы как увидели, не совсем все наши требования были соблюдены. Но вы не знали об этом, я так понимаю. Мы не знали об этом, естественно. Вам обещали одно, а в итоге в эфире вышло другое. Да, видимо, такая частая практика у наших федеральных каналов, вот таких вот шоу. Они говорят, что вот мы сделаем то-то, то-то, обещают, мы верим. Я, может быть, как-то наивно даже была в этой ситуации. И, ну, как бы я называю это «подставили». То есть за час до программы я ещё раз пишу, что нужно обязательно замыливать лица, нужно менять голоса, ну, как-то, чтобы они были неузнаваемы. Но вот что увидели мы. Я вот, к сожалению, не знаю, это в прямой эфир или это в записи она выходит? Это в записи. Ну, то есть... Записывались мы в понедельник вечером в 22 часа. Два часа мы записывались, вот мы полночь освободились. Андрей Малахов всё время был с нами. Ну, то есть не было возможности там вмешаться как-то на стадии постпродакшена или к этому не допускают вообще? Да, то есть нельзя было отсмотреть материал и понять, что девочек совсем не замылили? В том-то и дело, в том-то и дело, что мы писали, когда приехали уже в Киров, мы писали, мы говорили, напоминали практически каждый день. И девушки писали, что вы не забывайте нас замылить, потому что мы все очень волновались. Ну, как мне вот даже вчера созванивались с девушкой, она сказала, что я на самом деле не верила. Я не верила, что нас замылят. Я почему-то верила. То есть она была готова к этому, они все были готовы к этому. Ну, они уже, я так понимаю, раз пошли публично эту историю рассказывать, то понятно, что были, наверное, готовы в том числе к последствиям каким-то. Конечно. Я бы все-таки вернулась к моменту первой публикации, да. После первой публикации реакции правоохранительных органов, во всяком случае, ощутимой не было. Мы не знаем, может быть, какие-то велись проверки. Может быть, да, конечно. Просто об их результатах не докладывали. Да, значит, это был ноябрь. После того, что вышла эта публикация, что происходило дальше? Ну, вот как получилось? Значит, вышла публикация, и через, я не помню в какой момент, но ко мне вот пришла девушка Матильда. Она оставила записку на ресепшене у нас, да, и сказала, что я знаю, что творится за железной дверью на московской 101, и оставила номер телефона. Я с ней, естественно, связываюсь, рассказываю, что я журналист, я занималась этим материалом, могли бы вы подойти и рассказать. Она приезжает через час буквально обратно, и вот мы с ней общаемся, но очень сбивчиво, то есть у неё очень много эмоций, она не может объяснить всю картину, и я ей назначаю встречу через день. То есть она пришла уже в редакцию спокойно, там под диктофон запись была у нас сделана, но она не готова была фотографироваться, рассказывать, что это она. То есть раскрывать личность не готова была? Она не готова была вообще говорить, ну вот, что это она, и там имя говорить, вообще ничего. В тот момент, когда она приходила, она ещё работала там или уже нет? Я не могу вам этого сказать, потому что, ну, утверждать это я не могу. Вот, и когда она пришла уже вот тут буквально недавно, то есть тот материал мы не смогли выпустить, у меня это всё осталось в диктофоне. Потому что на основе анонимных источников невозможно, да, такие сообщения выпускать. Да, мы не могли себя подставлять, мы не могли, ну, вообще, в принципе, эту историю вот такую громкую, серьёзную, заявлять это вот без лиц, но не могли. Вот, и когда уже прошло, ну, большое количество времени, в августе, получается, она снова приходит уже с девушкой и точно так же записку оставляет, ну, да, они вот подружки. И они оставляют записку и просят, чтобы я спустилась. Я, естественно, понимаю, что, ну, если вы опять не можете показывать лица, то мы ничем не можем помочь. То есть они бегут в СМИ, это единственная их, ну, как бы, последняя надежда, да. Вот, и они приходят, и вот как мне Матильда даже рассказывала, вот если бы ты не вышла, мы уже вызывали такси, мы уже были настолько безнадёжны, ну, вот что, вот они чуть ли не ревут, потому что, вот рассказываю ситуацию, какая была у них, ну, какая вообще случилась у них ситуация. Была контрольная закупка 5 февраля. Три адреса прикрыли. Получается, Карла Липнихта, Пятницкую и Московскую 101. То есть, если вы не знаете, это три адреса, не только Московская 101. Вот, и после этого, ну, велось следствие, и началось всё с того, что она мне говорит, у нас очень интересно ведётся следствие, вот когда пришла в последний раз. Очень интересно ведётся следствие. Я нахожу девушек, ну, девушек, которые работали, бывшие работницы, какие-то, ну, вот люди, которые были там, она их приводит, они дают показания, но показания все просто переворачиваются или просто не берутся в счёт. Вот, то есть, они не, ну, как бы, вот... Но опять же, это со слов. Это всё, конечно же, со слов девушек, потому что я в этой ситуации только транслятор, вот, поэтому я не могу утверждать 100%, но вот со слов девушек все показания, которые они давались, они никак не учитывались, и вот просто суд, который прошёл, он был закрытый, ну, вот как мне опять же девушки рассказали. Был адвокат, судья и Елена Русских. Всё, 100 тысяч назначили. Елена Русских — это вот собственница. Да, 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 всё верно. Или арендатор. Нет, собственница неправильно. Она, как правильно, хозяйка всего вот этого борделя. А собственником квартиры, как вы уже, наверное, видели в передаче, это Денис Порфирьев, это глава котельнического поселения, её сын. Одного из поселений сельских котельнического района. Да, 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 да. Вот, и, естественно, как бы он, он, конечно же, наверное, знает, может, не знает, что мы можем тут говорить. Ну вот она нам всё это рассказывает, что там происходит, что вот у нас все дают показания там от и до, но ничего никак не бездействует, всё бездействует. Правильно ли я понимаю, что претензия-то у них была не просто из-за того, что они там работают, собственно, из-за чего они пришли к тебе? Чего они хотели? Они удерживали насильно, заставляли делать что-то помимо основной работы. В чём, собственно, проблема? Ну, работа, а что? Да, да, да. Работа, работа, да. Они хотят, чтобы Елена Русских ответила по закону. За что? За то, что она много различных действий предпринимала, которые вне закона. Например, это покупка детей, как они утверждают, двух. Например, это несовершеннолетняя работница там. Как они утверждают. Как они утверждают. Что за история с покупкой детей? Походу, у нас не смотрели программы до конца. Там история очень... На самом деле, я была удивлена, что до сих пор нет чёткого, озвученного, артикулированного заявления какого-то от наших правоохранительных органов после выхода вот этой программы в эфир, потому что, ну, кроме вот факта, там, занятия, организации занятий проституции, были озвучены ещё и несколько вещей. В частности, что Елена Русских, я не знаю, уговорами за деньги ещё как-то договаривалась вот с этими девушками, которые у неё работали для того, чтобы девушки беременели от её супруга, рожали детей. И после этого она этого ребёнка забирала. Ну, фактически, это, ну, я не знаю, это не совсем суррогатное материнство, но что-то подобное, просто без оформления. Нет, ну смотри, суррогатное материнство, насколько я знаю, в стране не запрещено. Не запрещено, но эта история нелегализованная, я так понимаю, совершенно. То есть это, видимо, никак не оформлено. Хотя мы можем ошибаться. Возможно, это оформлено, но в таком случае это же всё происходит не в условиях стационара. То есть всё равно же эти вещи, они как-то лицензированы, наверное, должны быть. То есть это медучреждение должно это делать, нет? Делать что? Ну, вообще всю процедуру суррогатным материнством. Ну, мне кажется, процедура суррогатного материнства может происходить и естественным путём. Ну, в смысле без, без, нет, подожди, без оформления всё равно юридического ты ничего не сделаешь. Должны быть, я не знаю, всё равно медики какие-то в этом участвовать в процессе. Нет, не должны. Ну, я не знаю, мы можем в перерыве погуглить. Я не сталкиваюсь, к сожалению, поэтому. Хорошо, я-то всегда была уверена в том, что всё-таки суррогатное материнство в чистом виде, это когда подсаживают тебе чей-то эмбрион. Нет, я поняла, да. Просто так как мы рассказываем сейчас на секундочку о борделе. Тут, может быть, другие способы. Это кто смотрел, это, извините, пожалуйста, рассказ «Служанки» сериал просто. Любимый сериал. То, о чём говорят. Вот, ну вот об этом факте было сделано заявление в эфире, да? Было сделано заявление по поводу того, что одной из работниц этого борделя была девушка, которой ещё не было 18 лет, как я понимаю, да? Причём её фотографии висели на сайте. То есть на момент публикации они висели на сайте, они обновлялись. Всё это выглядело, как будто бы она работает. На сайте чего? На сайте интим услуг. У них ещё и сайт есть. Ну как, они же должны как-то продвигаться. У них есть телефон, сайт. Целый сегмент бизнеса выпало за внимание добропорядочных жителей Кирова. Так, то есть первая публикация была в конце 2019 года. Когда ты смогла к ней вернуться? Когда кто-то из девушек решил собрать свою... Да, они пришли, рассказали истории все, что про детей, про несовершеннолетние, про шантаж, ну, про все вот эти факты. Они собрались в огромный букет, и многие даже, когда писали эту статью, думали, как это всё сошлось в одном месте, это уже невозможно просто. Вот, и казалось, что зачем они вообще это всё вот сейчас рассказывают? Но они на самом деле готовы были уже сфотографироваться. Они сделали плакаты, пришли уже через несколько дней вчетвером. Которые, ну, конечно, мы их там маски надели, очки, как-то анонимно всё это сделали. Ну, вот, им нужно было резонанс. Им нужно было, чтобы услышали их истории. Получали ли они какие-то угрозы после первой публикации? Второе, понятно, что так как они... Как вы думаете? Имена в них не раскрывали, но, тем не менее, возможно, там под каток они все попали в итоге. Как вы думаете, конечно, получали. Ну, конечно. Нет, вопрос просто в том, кто мог угрожать и насколько эти люди, которые угрожали, могли воплотить свои угрозы в жизнь, наверное. Ну, даже я, честно скажу, я боялась там всё-таки с таким материалом связываться. Есть определённые... А на тебя никто в итоге не выходил? Никаких анонимных угроз? Пока нет. А как вышли представители первого канала? Это первый канала? Нет, теперь уже второй раз. Это Россия. Прямой эфир, Малахов. Да, я расскажу эту историю. Значит, мы связались с Россией. Чья была идея в том, чтобы вынести эту историю на федеральный уровень? Чья была идея? Идея была нашей редакцией. Так. Потому что мы хотели бы... Ну, видели в этом действительно такую стоящую историю для федерального канала. Я прошу прощения, Катя, я сейчас вот ещё уточню один момент. Скажи, пожалуйста, когда в августе они пришли, уже сказали, что готовы... Девушки пришли и сказали, что готовы раскрыть свою анонимность, ну, хотя бы там до каких-то пределов. Начали рассказывать вот эти все истории. Вы после этого пытались связываться с правоохранительными органами? Нет, мы не пытались. Так. Мы не пытались связываться, но... А девушки ходили с заявлениями, писали заявлениями? Конечно, они все давали показания, они всё время были на допросах. Матильда, она вот, мне кажется, вообще полгода она постоянно приходит в полицию и постоянно всё это рассказывает. Ну, вот, бездействие такое до сих пор, видимо. Рассчитывали ли вы на то, что федералы как-то подхватят эту тему, и это поможет именно вот... Почему вообще федеральный канал? Давайте я расскажу вот момент этот. Когда девочки рассказали всё... Я вот их девочками называю. Ну, пурь выкла. Когда они всё рассказали, я их спросила уже напоследок. Если вот федеральный канал, вы готовы? Они мне сказали да. То есть у нас уже вот в течение разговора, в течение интервью пробежала вот эта тема федерального канала. Поэтому мы от неё не отступились, и вот в редакции решили по стечению какого-то времени, по-моему, через три или четыре недели вот уже обратиться. Написали мы продюсеру, скинули материал, вот два этих материала. И она сказала, что я могу послать продюсерам уже «Россия-1» прямого эфира. То есть мы со знакомыми состыковались, можно так сказать, да, списались, а уже она передала продюсерам «Россия-1». И они на следующий день мне уже ответили, что лично заинтересовался Андрей Малахов, давайте будем готовиться. Вот и всё, началось. То есть сюда приезжали журналисты, здесь они съёмки какие-то делали. Вот после этого, собственно, была съёмка передачи, на которую мы ездили все вместе. Я не знаю, мы можем немножко, Максим, пораньше уйти на рекламу, а после перерыва уже тогда поговорим непосредственно о том, как проходили съёмки и в итоге как повели себя коллеги. Продолжаем разбираться в перипетиях вот этой вот истории с непотопляемым борделем, так называемым. Мы говорим на улице Московской, на самом деле наши гости Екатерина Злобина, журналист газеты «Источник новостей», три адреса нам называют. Московская, Карна Липнихта и Пятницкая. По трём адресам работали, ну как минимум по трём адресам работали девушки в разных квартирах, ну и сейчас не работают. Но на данный момент всё закрыто, и нет, они не работают. Так что это не реклама, сто процентов, как некоторые говорили. Обещали рассказать мы о том, как проводили съёмки, как велась общая работа именно над прямым эфиром у Андрея Малахова. Сколько по времени заняло, позвонили на следующий день, через сколько вы в итоге оказались в Москве? Это очень сложно сосчитать, потому что вот это так много было телефонных звонков. Нет, это было очень быстро, то есть буквально полторы недели на это всё ушло. Со мной связалась продюсер, потом со мной связалась ещё один редактор, тут какой-то журналист, тут, ну в общем, их очень много у меня вот номеров осталось, и все они отвечали за свой контент, своё направление. Моя первоочерёдная задача была для журналистов «Россия-1» — это познакомить, по сути, с девушками и состыковать их в городе, когда они приедут. Я была на этой встрече, то есть когда журналист Михаил приехал в город Киров, прилетел, он позвонил мне и сказал, можешь ли ты подъехать на встречу вместе с Матильдой, и чтобы она не беспокоилась, чтобы мы вообще понимали, как у нас пойдёт, не пойдёт, весь разговор, потому что она может и закрыться, и ничего не рассказать, побояться и так далее. Ну нет, всё хорошо прошло, мы встретились, я пояснила, что вы можете сейчас все телефоны попросить, и все координаты, и всё-всё-всё, и то есть у них расследование, ну как ещё по-другому это не назвать, да, расследование у них началось с того, что вот мы встретились и отдали все явки, пароли, чтобы они как-то работали. Это была единственная моя задача, но вот… Скоординировать. Скоординировать их всех, и они работали три дня здесь, может быть, четыре, не могу точно сказать, потому что он, конечно, мне отчитывался по поводу, что мы сегодня успели сделать, и это было так немножко шокировано я всегда, потому что у них методы работы, как вы понимаете, ну, особые. Особые в каком плане? Ну, в плане, там, как вы видели в передаче, скрытые камеры, внедрение. То есть они особо не церемонятся. Они не церемонятся. Там какими-то этическими вопросами, потому что у них задача сделать хороший материал, жареный я имею в виду такой, да, горячий. Да, и вот когда на протяжении всего этого времени, когда мы все общались, решали там по поводу съёмок и так далее, мне приходит сообщение, точнее мне звонок от редактора, и меня просят помочь, помочь в расследовании. Ну, естественно, я как бы, я же готова, в принципе, помочь-то, но я не понимаю до конца, что от меня хотят. А мне говорят, что вот к данной девушке, которая рожала, получает, ну, которая, в общем, работала, не могу сказать, рожала она или не рожала, и уже забыла, вот, к ней нужно прийти на ресницы, как клиент. То есть она занимается ресницами, она мастер-лэшмейкер, она работает, у неё скинули Инстаграм, я смотрю. Вот, ну, нужно вот, Катя, приехать к ней, записаться на ресницы, как клиент, и взять с собой камеру скрытую и заснять всё. Снять её лицо, нам нужно для материала её лицо, нам нужно, чтобы она у нас, вот, я цитирую, её рожа была в кадре. Вот именно так они мне сказали. И, естественно, я понимаю, что я такими методами работать не могу и, в принципе, не хочу. Они говорят, мы тебе заплатим, мы отблагодарим, меня умоляют, когда я говорю нет. И последнее моё слово, я говорю нет, сто процентов, я отказываюсь от этого, я такими методами не работаю. У меня есть переписка, вот, и до сих пор сохранённая, если что, я отказываюсь. И они, видимо, по другому сценарию работают, либо вызывают журналистов второго, ну, то есть у них уже своё там идёт расследование. Вот в итоге, видите, репортаж, там, и вызывает он Графову к себе в номер, тоже снимает всё, вот, и там и к маме едут. Ну, в общем, у них жёсткие методы, правда. Ну, не церемонятся они, конечно, да. Я немножко наивный журналист, наверное. Ну, это на самом деле свойственно, мне кажется, программам подобного толка. Ну, вот, у них такие методы работы. А право на изображение в этом случае не работает? Мне кажется, что там хорошие юристы работают, в том смысле, что они либо откупаются сразу же, если возникает какая-то кризисная ситуация, либо они работают с теми людьми, которые, может быть, не очень понимают, что нарушены их права. Что у них есть право на изображение. Есть право на изображение, совершенно верно. Когда мы только вот уже приехали в студию, редактор или продюсер, кто-то подошёл и сказал, ой, нас уже все закидали жалобами, и русских, и её сын, и всё-всё-всё. То есть, что мы детей снимали вот её там в квартире. Хотя на самом деле ничего не было. То есть, там не снимали детей, они говорят, знаете, сколько нам угрожают? Вот мы как бы поняли, ой, хорошо, понятно, как вы работаете. Они уже к этому, у них это уже, ну, как бы в традициях. Та съёмка, которая была, вот именно процессом съёмки, насколько ты сама и девушки, которые ездили с тобой вместе, удовлетворены были результатами этой поездки? Я скажу так, у нас каждый час происходило что-то вот из ряда вон. Я натерпелась только. Ты была сопровождающей. Я сопровождала девушек, да. И, ну, это ведь всё-таки не мои подружки. Это не люди, которых я знаю сто лет. В общем, это люди взрослые. Это взрослые люди, которые, ну, как бы приехали в столицу. И если, например, там у нас съёмка буквально там через... Ну, не съёмка, а выезд на грим. Буквально через 30 минут я понимаю, что они не отвечают на телефон, я начинаю нервничать. А Land Cruiser наш, в котором мы ездили по этим съёмкам, по этим студиям, он уже вот через 30 минут подъедет и как бы всех ждёт. А я должна их сопроводить. И, конечно, я беспокоилась постоянно. Постоянно в нервном таком напряжении находилась. Потому что всё началось уже с того, что гример оказался обычным визажистом, причём, ну... То есть гример не был готов анонимно какие-то вещи создавать. То есть загримировать так, чтобы не узнали, не был готов. Да, то есть девочки, когда пришли, увидели парики, они, ну, так, хорошо, парики. Ой, сделайте из меня Аллу Погачёву, сделайте из меня Киркорова. Ну, то есть вот это вот началось. То есть пластика лица меняется, да, когда делают какие-то грим-работы, проводят. А здесь просто визажист просто сделал, ну, макияж не такой, как они обычно носят. Немножко хуже в какой-то степени. И вот девушки, конечно же, нервно курили очень и просили отменять всё. И вообще мы тогда не выйдем. Ну, очень много было таких фраз. Это провокация. Мы не идём, мы уезжаем домой. Ой, там, мы больше не хотим в этом участвовать. Ну, в общем, они сливались очень часто. Но пошли в итоге все. Но пошли, конечно. Это были такие минуты, когда просто у них мандраж начинался. Удовлетворены ли они непосредственно процессом? Улучившимся в итоге и результатом, и процессом. Да, они, в принципе, как бы довольны тем, что всё состоялось, как мы планировали. Что история прозвучала. Да, что история прозвучала очень громко. Потому что в каждом магазине, по-моему, об этом говорят, когда я вот даже иду и слышу разговоры. То есть это даже не просто в СМИ прозвучало. Это действительно в народе сейчас говорят об этом. И когда вот я буквально сегодня спрашивала у Матильды, что там, полиция? Она мне сказала, что в воскресенье в 11 часов у неё был допрос в следствии. Допрос? Да. То есть она отвечала на вопросы. Могу сказать из её слов, что она, когда говорила о чём-то, они всё время её переспрашивали. Вы уверены, что это правда? То есть постоянно семя сомнений у них находилось. Ну, тут вопрос вот в чём. Они её спрашивали только о тех вещах свидетелям, которых она была. О тех вещах, которые она рассказывала на эфире. На эфире? Да. Она рассказывала на эфире только то, что касалось её или и то, что она слышала от кого-то? Она очень часто присутствовала при всех вот этих вот моментах, поэтому она... То есть она была свидетелем? Свидетелем. Она рассказывала о тех моментах свидетелям, которых она была. Ну, или девушки, которые рассказывали на этой программе другие, не Матильда, а Виолетта и Лола, они, естественно, точно так же были свидетелями, и они не придумывали эти истории со слов. Вот всё, что я говорю, они там были в этот момент. И всё это слышали, всё это видели, и переписки эти все читали, и, ну, как бы, вот, они находились в моменте с ней рядом. Возникли ли какие-то проблемы в связи с тем, что вот не очень получилось с анонимностью? Ну, это, конечно, такой сложный вопрос, потому что, ну, представляете, вам говорят о том, ну, вот, родители узнают вот о таком, да? Ну, да, родственники сказали, что мы не хотим вас знать. Мы, да, там были такие моменты... Серьёзно? Все родственники? Ну, не все родственники, ну, есть такие люди, которые сказали, позвонили, что опозорили семью, вы опозорили, там, честь нашей семьи и всё такое. Вот, и мама у некоторых девушек очень остро отреагировала. Что скажет княгиня Мария Алексеевна? То есть вместо того, чтобы защитить своего ребёнка, ты говоришь, что он опозорил честь семьи? Тут вопрос в другом. Мне кажется, это была первая реакция всё-таки эмоциональная. Возможно, что через какое-то время как-то отношения наладятся. Тут ведь ещё история, связанная не только с отношениями внутри семьи, но и история, связанная с отношениями вот этих вот девушек, да, участниц программы и общества. Потому что у части из них есть дети. Да. Дети ходят в детский сад. Я вам объясню вот сейчас как раз про детский сад, чтобы не уйти далее. Вот когда началась программа, вот 17.15, и выходит там уже вот, получается, вторая участница, Лола, мне она звонит по телефону и ревёт в трубку. Они не замылили. Она просто мне... Я ведь вообще вот не знаю, что мне, как сейчас. У меня в садике тыкают на ребёнка. Ну вот как бы вы представляете, то есть ситуация, что их нас подставили в плане анонимности. И всё это, это вот как бы в городе, в небольшом городе, зачем они очки надевали? Можно было тогда и без очков выходить, если бы мы знали, если бы они были готовы, но нет. Они не были готовы, и это всё, видишь, оборачивается тем, что страдают, там, помимо самих девушек, страдают ещё и близкие. И родственники, в том числе маленькие родственники, которые ни в чём не виноваты. Муж у Матильды сказал, что я теперь боюсь за детей, вот в чём дело. Что их заберут какие-нибудь органы. Ну, это вообще на самом деле ужасно, и я думаю, что для наших коллег, кто так поступает, в аду приготовлена отдельная сковородка. Это про тех, кто не обеспечил анонимность. Мне очень обидно, что так получилось. Мне очень обидно, потому что, ну вот, видимо, я какой-то наивный человек, и я реально думала, что всё будет анонимно. Ну, к сожалению, большому, да, им потом не придётся, скорее всего, этим журналистам пересекаться с героями материалов, в отличие там от тебя, да, и они, конечно, мало задумываются о таких вещах. Я бы хотела ещё вернуться всё-таки к реакции правоохранительных органов. То есть одна из девушек, Матильда, которая была инициатором вообще вот выноса всей этой истории на публику, она уже давала там показания, либо просто опрос был в правоохранительных органах в воскресенье. Да, да. В воскресенье. То есть я так понимаю, что это как раз проверки, да, по материалам в СМИ, да? По материалам в СМИ, потому что пока вот всё, что было после четверга, из официального, всё, что я видела, это опубликовано на сайте прокуратуры новость, о том, что после февральской вот этой вот истории контрольной закупки Елене Русских был выписан штраф в 100 тысяч рублей, и всё. Да. А её-то судьба вообще какова? Она где-то здесь вот в Кирове продолжает работать? Нет, она уехала отдыхать на две недели в Абхазию, как говорят девочки. То есть по некоторым данным она сейчас не в России. Да, да. Но опять же соседи, я опрашивала соседей, они сказали, что после того, как Россия-1 ворвалась, можно так сказать, да, наверное, потому что по-другому это не скажешь, ворвалась в её вот эти вот хоромы и засняла её лицо. Через два дня она собрала вещи и уехала. Она уехала, и машина, которую мы знаем, она на ней уехала. Вот такая вот история. Ну пока ещё не финал, я так понимаю. Будем смотреть, чем это всё закончится, посмотрим, опросят ли других девушек правоохранительные органы, какой будет реакция. Я так понимаю, что для Елены какие-то непосредственно суровые меры воздействия могут быть применены только в случае, если подтвердится информация о вовлечении несовершеннолетних законов. Спасибо большое нашей коллеге Екатерине Злобиной, журналисту газеты «Источник новостей». Дневной разворот на этом заканчивается. Мы с Дарьей Топузлиевой прощаемся. До свидания. До свидания.